По обращениям что у нас? Их лучше дело вопросу никому нет, нарушение срока что-то будет. Качество ответов нормальное? Ну, договорительное. Значит, по тем обращениям, которые пришли за неделю, ну, определенный набор обращений связан с тем ливнем, который был на прошлой неделе. Прочистить ливневые канализации. Спилить деревья. Затопления были. И так далее. Значит, их надо отрабатывать, эти обращения. Сергей Петрович, где-то и в ОЧС не отлынивайте от этих вещей. Но хочу сказать следующее. Мы уже об этом говорили, что стихия, в общем-то, она все более активно проявляет себя. Если у нас еще, так это, побаловался, то по новостям вы видите, что творится в целом, да, в стране, там, и в других странах мира. Видимо, это связано с изменениями погодных режимов. Поэтому сейчас возможность, ну, кратковременно хотя бы, краткосрочно прогнозировать развитие ситуации есть. Прогнозы погоды краткосрочной довольно-таки верные. Есть предупреждения по линии МЧС, которые приходят заблаговременно. Надо смотреть все это и заранее приводить, сиди, сиди, заранее приводить боевую готовность, систему реагирования. Не когда уже льет и дует, а когда посмотрели прогноз, значит, заранее рассаживать дополнительных операторов, поднимать по тревоге своих, значит, спасателей, договариваться с федеральной противопожарной службой о усилении, обзванивать и приводить, значит, высокую степень готовности службы, там, электриков, зеленый город, дорожников. Все должны быть на стрёме до того. Они уже по факту, значит, уже льет, затапливает и так далее. Мы начинаем собираться. Вот так вот надо действовать. Ну и, конечно, по максимуму стараться выправлять ситуацию, насколько позволяют наши, явно скажем, не гигантские возможности в этом отношении. Но и с людьми надо проводить работу, особенно опять эта задача ГУЧС. Значит, все знают свои слабые места, да, если там в дожде идет, подтопление, ну, тоже подумайте, жители города, так сказать, в данном конкретном месте, чем, как себя обезопасить, где там даже по правилам благоустройства вы должны смотреть до дороги, в том числе за годы отводной канавы своей, значит, чтобы она была в порядке. Они только на телефон набатывают, приехайте меня спасите. Жизнь такая сейчас. Мы весь город явно не спасем, если вот так будет, как сегодня, передают двух-трехмесячные нормы, осадков за один день выливают. Дождями мы не командуем. Поэтому все по чуть-чуть, значит, кто-то чуть-чуть, а кому положено по полной программе, должны реагировать и готовиться к этой ситуации. Всяко может быть. И, конечно, в общем-то, надо отметить, что после вот этого, как я его называю, суперливня, ну, достаточно оперативно закончили все основные мероприятия электрики, и там у нас не было завалов, заторов, пострадавших не было, что неплохо, значит, управляющие организации там отработали свои, значит, болячки, которые вылезли там крышей и так далее. Но в целом, может быть, и хуже, это все гораздо сильнее, как видим мы по погоде. И принимать участие должны все, по мере сил и возможностей. Этим нам должно заниматься управление ГОЧС, в том числе двигать вот эту историю в массы, да, значит, и смотреть, где те узкие места, как мы говорили, с дорожным комплексом, с дорожным комплексом, значит, вот эти вот, где у нас затыки по проходу воды, их надо прочищать до току, раз в неделю контролируют вот эти злачные места вдоль реки, куда собирается вся вода. Так что, видимо, мы в этом отношении будем сталкиваться с определенными проблемами. Здесь только административные меры, не только администрации мы все не вырубим. Здесь нужно работать и с населением тоже. И степень готовности к реагированию сил и средств, правильный речь, она вот показала, что еще есть над чем работать. Один из подсказок я вам дал, да, значит, заблаговременно приводить в активную фазу свое подразделение, чтобы три оператора уже сидели на ЕДДС, занимались своей работой, разбить город на квадраты, скажем так, и вы со своими сотрудниками патрулируете эти квадраты вживую смотрите. Не только ждете, кто позвонит, но и вживую смотрите и принимаете меры к тому, чтобы на ходу убирать там, где дерево упало, где провода там порвало и так далее. Город не такой большой, чтобы тут не охватить все это хозяйство. Сделайте расчет, значит, Калинкин в этом плане должен быть задействован, и его служба, в том числе, я патрулирую. 6-7 маршрутов должно быть намечено, и вот это должно таким образом действовать. Все, остальные вопросы, какие были, они носят локальный характер, будем с ними разбираться отдельно. В соцсетях что у нас? Среди локальных сообщений в соцсетях Бернского 178 просит оградить контейнерную площадку и навести порядок на детскую площадку. Там что, вопрос-то? Это республика, наверное, 178 мобиленцев. О, да-да, прошу, прошу, республика. Там стоят три контейнера, которые по долю к маленькой, для него достаточно одного, носят всякое. Они периодически переполняются, они все равно возносятся везде, и по улице, и на двор, и возносятся. Продолжение-то есть какое-нибудь, как вырулить? Они хотят, чтобы мы вообще здоровую территорию брали, контейнера, которые не принадлежат живому дому. Понятно. Значит, кучу мусора вот так будем друг к другу двигать, от дома в частный сектор, вся частный сектор передвинет на... А по детской площадке, что время было измельчение остальных? Там именно настаивают на ограждение эти контейнеры. Оградить, если, по лучшему будет? Нет. Там контейнеры или мульды? Три контейнера по одному кубамету. Маленькие, да? Да. А носят крупные габариты, там частный сектор. Может, мульды поставят? Куча мульды. Там контейнеры и мульды с большим блокометом. Давайте договоримся с вами, подъеду туда своим глазами, посмотрю. Там есть фотографии в соцсетях. В фотографии все понятно. Вопросы к застройщику Белинского 2G по основанию детской площадки. Может быть, он просто не доделал, там именно щелень. Проектная документация есть у нас? Проектная документация есть. Я посмотрю. Потому что Горжестроинспекция все это принимала. Они должны были в соответствии с проектной документацией. Ну, посмотрите. Значит, и обращение отправьте к ЖИ, пусть проверяют, найдут проблемы какие-то. Жители многоквартирного дома, правда, инфаркции 2, обращают внимание на заросший земельный участок, который находится в собственности. Он огражден. Павел Геннадьевич, чей это участок? Вы знаете? Мы выяснили, что это частная собственность. Как раз Каймакрово, там, где планируется строительство. Нет, но строительство может планироваться, не планироваться. Участок должен быть в порядке. Значит, Нинва, Вы проработали вопрос по расширению перечня должностных лиц, которые будут заниматься выдачей предписаний. Еще не подготовил проект. Значит, ускорьте подготовку этого проекта для того, чтобы у нас максимально широкий круг должностных лиц администрации, в том числе и КУНИ туда, поскольку они вот арендуемые участки или собственность, которые тоже могут отследить и выдать, чтобы они, значит, могли выдать эти предписания. Значит, Павел Геннадьевич, Вы позвоните собственному и попросите, предложите навести там порядок на территории. А Вы ускорите этот вопрос для того, чтобы максимально широкий круг должностных лиц администрации, подразделений имел право, возможность выдать предписание на введение порядка на прилегающей территории, или которая собственность, или арендуемой территории. Вот. И это типовой бланк должен быть, где формализованы все это, конечно. Давайте займитесь этим вопросом, чтобы у нас, ну уже, условно говоря, с 1 августа это все могло работать. А так, значит, Павел Геннадьевич, тоже себе возьмите в правила, да, так сказать, в работу. Ну, собственность, не собственность, но арендуемые участки тоже должны поддерживаться в порядке. У нас есть, набрали в аренду, значит, ничего не делают там. Ну, хоть пускай косят. Есть участки, которые требуют такого внимания. Нужно собирать совещание на этот вопрос? Или вы все понимаете, все знаете, что сделать? Ну, нужно будет вносить эти деньги в правила благоустройства, как бы, понимаете, что... Нет, я имею в виду, вот по предписаниям и по этому вопросу. Нужно собирать совещание или все? Значит, тогда готовьте проект и готовьте список. У кого есть... Садитесь, пожалуйста. Значит, вот Калинкинс, дайте список, кого включить на предписание. Значит, Зеленый город должен иметь такую возможность. То есть, КУМИ должен иметь такую возможность. Отдел городского хозяйства должен иметь такую возможность. Список по должностям и фамилиям дайте, значит, в юроотдел для того, чтобы вот это все хозяйство бегом узаконит. Что еще? По-косу еще обращать внимание на родники. На родники, значит, Зеленый город, там этому самому. Родники у нас как бы, за ними присматривает наш экологический совет. Шувалову, скажите, пусть планируют, работают. Если нужно чем помочь, пусть позвонит мне. Ну и два поста по поводу кладбища. Опять упало дерево большое. Ограждение могилы. Реагируйте, значит, на эти дела. По деревьям вообще очень много обращений. Ураган, вот этого там, или супер дождя, супер ливны, да? Ну, у нас на данный момент одна вышка рабочая. И те 50-60 человек, которые мы можем на эти дела направить, на уборку дорог, тротуаров, спил деревьев, они работают практически без выходных. Просто объем работы очень большой. И все и сразу сделать невозможно. Все это определяется нашими финансовыми возможностями, которые весьма скромны. Что мы можем, то делаем. И будем делать. Но не все сразу. Среди локальных проблем как бы все, но много вопросов по объектам, которые находятся в ремонте. Чугунная инвестка, Маяковская. Ежедневно общаемся, на Маяковскую сегодня работают. Другие там ведем. Есть много проблем. У подрядчиков в том числе много проблем. Потому что цены-то вырастут и на стройматериалы, и на битум, и на сквайф, и на щебень. И начинают подтормаживать многие подрядчики. Не только у нас это, и не только в области. Это масштаб всей страны происходит. Вот ведем переговоры, чтобы как-то все-таки найти решение. К сожалению, практически все сейчас съехало, что на несколько десятков процентов. А что в разы. А цены-то в торгах были заложены старые. Добьем все это дело потихонечку. Сегодня после кланевки там будут встречаться, общаться. Дополнительных денег, в общем-то, никто на эти дела не дает. Надо помещаться в то, что есть. А как уместиться, будем разговаривать. Что еще? Так. По горячей воде там еще были вопросы, да? Ну да, я думаю, сейчас. Что? Где у нас, Владимир Борисович? Когда мы затаркнули? В 10-20 сегодня раскопили котел. Приступили к посланавточным работам. Единственное, что у нас в ночь разошла подпитка с 30-70 тонн. Это нам не может сказываться сейчас на работе. На работе продолжаем. А когда народ почувствует горячую воду? Ну, я думаю, что первое, это только завтрак утро. Вечер, сегодня не будет. То есть вы начали растопку, да? Да, растопка идет, а вода идет. Хорошо, я понял. Садись, пожалуйста. Ну, тоже информируйте, держите в курсе. Через пресс-службу, сами. Ну, там народ возмущается, что на 5 дней задержали. Организации, которые по году минус 60 миллионов, хорошо, что вообще затаркнули. И всю зиму топят без срывов. Это наше действительное. Вы там ремонт и закончили? Да, ремонт и закончили. Сейчас, по итогам, по пуску, я думаю, опять будет много вторых. Нет, а на станции закончили? На станции закончили. На станции закончили. Хорошо, я помню. Садись, пожалуйста. Так, ну, поехали дальше. Галина Николаевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошедшей неделе у нас было две аварийных ситуации на сети водоснабжения, которые пределаны в нормативные сроки. Также развели врезку станции обежелезной системы водоснабжения. Эти работы у нас завершены. И сейчас продолжает теплостроительство данной станции. На прошедшей неделе, как Борис сказал, завершены предупредительные работы у нас на тепловых сетях. Но хотела бы обратить внимание на платежную степень на абонентах, потому что сейчас большая задолженность. Есть всех абонентов перед теплосетью. И вопрос возникает под включением горячего снабжения. Так отопительный сезон, начало на каждом из объектов. На этой неделе у нас уровень подготовки жилищного фонда по терпительному сезону составляет 58%. Мы продолжаем работать по обрессовке на квартирных домах. И также на этой неделе мы работаем по проекту смертной документации по дорогам. Калинина и Минская. И по объектам водоснабжения вселенных домов. Хорошо, присаживайся, пожалуйста. Значит, Владимир Борисович, и на Саша Курского кто? Я. Вы же с ними в договоре, да? Да. Значит, я прошу максимально жестко действовать в плане кредитерской задолженности вот такой сети. То, видите, там горячую воду надо подать ко времени, а вот заплатить тут, значит, как-то у нас не очень вовремя. А там делов на десятки миллионов для того, чтобы затопить и подготовить это все в сезон. Поэтому максимально жестко. Мы подаем их. И в том числе в отношении юридических лиц. Кредиторку выкручивайте, чтобы у нас было на что подготовиться к отопительному сезону. Нина Лана, объявления есть какие-то? Мы с ним изменим федеральный закон о таинственном населении Российской Федерации. В частности, уточнен порядок регистрации разработанных граждан в органах службы занятости. Уточнен порядок приема на работу граждан, направленных органам службы занятости и органам государственной власти, органам местного управления, государственным и муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям, юридическим лицам и госучастиям, а также работодателям, у которых средняя списочная численность более 5 человек, обязаны управлять на портале «Работа в России» информацию о потребностях работников, об их условиях, привлечении, о наличии свободных рабочих мест и ваканских должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для работы муалитов. Отдел экономики, знаете, да, про это? Еще что-то? Хорошо, помню. Разработан проект постановления администрации города Кузнецка об утверждении конкурсной документации на заключение конституционного соглашения в отношении объектов поснабжения локальных котельных в городе Кузнецке. Публикации выходят на торги ГОФ сегодня, 19 августа, подведение итогов. Подготовлено отправлен в департамент госимущества пакет документов по приему имущества бывшего общежития многопрофильного колледжа Павлия Сбилинского. Готовится распоряжение правительства области. Проект отговоров пользования по помещениям бывшей прокуратуры находится еще на согласовании второго управления госимущества. Сегодня получаем свидетельство наследства на квартиру выморченной по улице Билинского, 127. В принципе, мы сможем уже на этой неделе не распорядиться. И в доход бюджета от рук по муниципальному имуществу и арендный клад поступило 4 млн 898 тысяч рублей. В уголовном кладе. За отчетный период отделом архитектуры и городостроительства подготовлено и выдано одно уведомление о планируемом строительстве, два отказа в выдаче разрешения на строительство, выдано разрешение на вот объект в эксплуатацию корпуса номер 6 Кузнецкого технопарка, выдано три городостроительных плана земельных участков, три документа по присвоению адресов, подготовлено два акта приемочной комиссии по перепланировке помещений и подготовлено два акта приемки комиссии о приведении переустроенного помещения в первоначальное состояние. Предоставлено два разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рассмотрено шесть обращений граждан с выездом на место, издано постановление администрации города Кузнецка о внесении изменений в административный регламент и выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и перевод жилого помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое. И также издано постановление администрации города Кузнецка о создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий с проектом внесения изменений в федеральный план города Кузнецка. Значит, вы вместе с отделом городского хозяйства начинаете процедуру по вхождению в участие в новый конкурс федеральный по благоустройству. Там алгоритм вы знаете, много чего надо сделать, ну вот начинайте. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Так, Надежда Владимировна, есть какие-то вопросы у нас по антиковидным делам в частности? У нас всем доведено? Да. Вот это все хозяйство. Да, у нас там ночных загулов нигде нету там, как в Пензе, там какое-то заведение все воспитываю, что мы по ночам устраивали мероприятия. Значит, напоминайте об этом. Есть ВКонтакте, значит, с Болицей, с Роспотребнадзором, что мы в полном объеме владели ситуацией и вовремя координируем. Так, Владимир Борисович, когда мы будем заниматься переходом на Билинску? Наверное, мы в начале той недели. А что у нас там держат? Ну что, труба есть, сейчас вот запуск пойдет, если будет нормально, если будет, можно установить меня. Не затягивайте туда, пожалуйста. Трубу подготовили. Хорошо. Владимир Борисович, хотелось бы дополнить по поводу долгов. Исключение горячей воды будет только по заявлению, и будем включать только тех, у кого нет долгов. Из управляющих компаний нет долгов УРЭУ и Домостроя, Кружевостроя, ЦКС, имеют долги. И очень много долгов по ТСЖ, где-то придет 2 миллионов. Общая задолженность населения 25 миллионов. Ну, вы опубликуете эти прям данные? Кто должники ТСЖ, значит, чтобы по именам, отчетам, в управляйке его назвали. ТСЖ тоже опубликуете, чтобы люди знали, там, на сайте глянут, а мы тут ТСЖ не заплатила, поэтому мы сидим без горячей воды. Чтобы не к нам претензии предъявили, а к руководству ТСЖ или сами к себе. Если здесь денег не будет, то в связи с пуском с оплатой будем публиковать еще дальше. Хорошо. Понял, садись, пожалуйста. Игорь Вячеславович, как дела? За предыдущую неделю внеплановое отключение по пусковольтным линиям электропередач было 12. 5 из них связано с проблемой по потребительским подстанциям. 6 было попадание молнии и 1 это прилетело в ветках. По 0,4 кВт было исполнено 120 снарядов. Это крупный, мелкая здесь не учитывая. 32 связаны с обрывами. Повреждения произошли по вине падения деревьев. На сегодняшний день на повреждения у нас 5 висковольтных кабельных линий. Одна по 0,4 кВт. Без электроснабжения у нас есть объект? Все запитаны по резервным схемам, все с электроэнергией, то есть оперативно все обновили, не нарушая нормативные сроки. Игорь Вячеславович, а вот западные вчера внутри Боровой территории не работали, не горели индустриальные, рабочие, дачные, ажиникидзы? По освещению исполнились параллельно 38 крупных заявок. На сегодняшний день остается еще 12 крупных. Как последствия твоей аварии, что ли, получается, первые дачи? Частично последствия аварии, но одно из другого вытекает. То есть в нарушении норм выполнен монтаж, то есть участки кабельных линий, они должны быть защищены, разрядничаны. Соответственно, этого нет, молния попадает или короткое замыкание на линии выгорает кабель. Вот, и потом уже идет повреждение в кабельные линии, то есть вот так вот. Поэтому крупные участки не горят. Это одна из причин. Есть прямые попадания молнии в щиты, в общедомовые щиты учета, то есть в Плашавской, ДНГ. И по сетям наружного освещения тоже есть такие. Ну, я после планерки подойду, там пока что подложу список, все есть, работа организована. Ну, в целом я как бы должен гороэлектросеть поблагодарить по тому количеству пробоев и порывов, значит, какие возникли, они работали достаточно оперативно и каких-то критичных у нас проблем нет. Вместе садись, пожалуйста. Вместе с тем, значит, Юроотдел, вы помогаете гороэлектросети в плане подготовки документов на частных владельцев подстанций, трансформаторов, которые не выполняют требования, как вы слышали, значит, шесть высоковольных выбоин у нас возникли, по вине вот этих частников, которые не занимаются своим хозяйством. Соответственно, надо, мы их собирали, агитировали, кто-то отреагировал, кто-то мимо ушей пустил. Ну, кто пустил мимо ушей, теперь пускай готовят там миллионов и полтора, значит, для того, чтобы возместить Родине все эти ущербы. Займитесь этим вопросом, помогите, значит, в юридическом плане, для того, чтобы эти иски пошли в работу. Вот. И, значит, вместе с Калинкиным, вот, Пугачеву прошу, вместе с Калинкиным, ну, ясно, что бардака за время вот этих вот свободных схем, которые в нашем электрохозяйстве были, в том числе, когда, вроде как, мук был, бардака накопилось немерено. Сзади свободные подключения, типа, кинем, значит, два провода, и все будет хорошо. Поэтому нужно планировать со следующего года капитальные затраты на устранение вот этих вещей. Капитальные затраты, ну, там, где надо ставить дополнительную защиту, там, где надо менять кабельные линии. Надо выбирать какие-то объемы потихоньку делать. Начать, например, там, с тех же детских садов, на которых там наружное освещение выполнено еще не знам когда, так, оплетка вся погнила уже, и все это не очень надежно и небезопасно. Давайте к чему-то подступаться. Электросети — это такие же сети, и в них происходили те же самые процессы, что на воде, на тепле, и износ, и все остальное. И плюс еще там хозяев не сосчитаешь. Сотни частных трансформаторов подает в город электроэнергию. Одни, вторые, третьи. Тут по городу, значит, электросеть. Тут муниципальная, тут частная. И все это вот вроде как ток сам себя найдет, как дойти. А не доходит. Не находит. Поэтому давайте как потихонечку управлять. Игорь Вячеславович, вот предложение свои, дайте, где что и как. И плюс там по счетам вот этим, по счетам управления, наружным освещением, тоже они, ровесники 24-го съезда КПСС, с педальным приводом, тоже их надо менять. Так, Валярий Анатольевич, что у тебя хорошее? Переаварий было, делали, работали на станции. Все свободы. Жалобы по дебету есть? По дебету нет. Все, все, сейчас придем, даже с дождями вообще все посмотрел. Ну, дожди-то, считай, что вот-вот кончится, опять начнется сушь. Ну, все есть. Значит, скважина у нас врезана все. Да. То есть, вне скважины у нас дают. Да. Вот. Мы даже когда врезку делали, станцию, мы остановили практически на полдня. Вторую ветку мы запустили уже в третьем числе, но гость не прочувствовала. Все были свободы. Ну, слава Богу. Значит, помогайте этим товарищам. Свою часть работы выполняйте. Значит, Сергей Петрович, там вот у нас есть резерв крошки. Значит, попросит Валярий Анатольевич дать ему крошки, для того, что он там площадку подготовил. Ну, мы с Валеном Евгеньевичем тоже разговаривали на эту тему поближе к этому сроку, чтобы все это почистить. Возможно, что 14-го числа к нам приедут большие гости на пуск станции обезжелезными. Поэтому и в грязь лицом нежелательно ударить. И параллельно мы попробуем с ней каким-то образом использовать этот вариант, чтобы порешать вопрос по финансированию очистных сооружений. Тоже следующая стройка века, которая у нас в никаком состоянии. Поэтому надо использовать эту ситуацию. Поэтому там все надо постараться максимально. Если силенок не хватает, говорите. Но, в принципе, как предприятие сильное должно... Ну, он звонил, должен подъехать. Я телефон отдал, там все покажем. Держите меня в курсе. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Авария у нас не зарегистрирована. На 29-м мы провели все работы по замене оборудования ГРП-1 со всеми выходными и выходными задвижениями. На этой неделе мы выполняем работу по замене ГРП-1 на Ясной Поляне. На следующей неделе мы будем в бутылку за горды шатывать. Ясно. У вас по городу были какие-то проблемы? По городу не было. Звонков не было. По городу не было. Но когда мы отключались, конечно, люди не скупились в своих выражениях. Народ очень злой. Я много лет работаю, и такого никогда не было. Но сегодня люди очень... Ну, нечего терпить. Садитесь, пожалуйста. Это же не просто так, Углеедовый захотелось, но газ себе перекрыл. Проводится работа для того, чтобы обеспечить надежность, устойчивость работы газовой системы в перспективе. Раз его отключают, значит, другого варианта нет. Потому что включение – это целая проблема. А тоже эту информацию доводить, разносить до конца. Сергей Петрович, чего хорошего? Ну, как бы, начало месяца принесли акты, занимаясь приемкой работы по этим, по актам. Сегодня, значит, подписали собежарный кладбищ, знаки и благоустройство. В пятницу, как я и обещал, подписали акты по этим, по троим фигурам для сквера. И хотелось бы прямо пару слов сказать про уличное освещение. Сделано действительно очень много, вопросов нет. У нас два темных угла остались. Это вот Сергей Иванович сказал про этот темный угол, мы про него знаем. И на выезде по правде у нас там не горит линия, та, которую мы ставили в 2018 году. А так электросеть проделал большую работу и просто приятно с ним работать. На все мои выходные и ночные выезды с диспетчером моментально срабатывали, моментально выезжали. Ну дай бог, поэтому я и сказал слова благодарности электрикам нашим. Вы только договорные отношения оплатите и оплатите эту работу. Значит, после планерки заходите вы ко мне, дорожники, Зеленый город, Куликово и... И, значит, Ласова. И Ласова. По 14-му часу вы подойдете к нам. Садитесь. Сергей Петрович, вот еще. Мы уж к этому вопросу возвращались. 3-10-18 телефон. Кто у вас там отвечает? У нас все. У нас отвечает тот, кто первый взял. Некорректно относится. Ну как-то... Я понимаю, что вы терпите, но надо все равно, с народом надо общаться. Ну вот насчет, я беседу провел. Потому что из Карпат звонили, и по поводу грейдирования там тоже все вещи были. Чтобы на ответ человек нужен, который там сидел. Для этого нужны деньги. Какому человеку хватит? Такое ощущение, что Сергей Петрович сам там отвечает. И он тоже отвечает. И он тоже отвечает. Вы, Сергей Петрович, переселение готовьтесь. Там может быть и все остальное. Там вы, ты встречался, Павел Саппет? Не созванивался? Есть ответ какой? Не готовы. Готовы? Понятно. Значит, вы туда съездите, вот потенциальный ваш новый офис. Там кое-что подремонтируют нам. Это где? Это где? Где прокуратура района сидела. А мы там были. Сделайте смету и откладывай. Чтобы по теплу еще сделать все это хозяйство. Можно было там уже расположиться. Примерно так. Оно же устраивает так по площади, да? По площади там, конечно. То, что есть и то, что... Поэтому давайте, осмечивайте, без излишек, так, чтобы было... Делайте. Как только там перейдет, быстренько отремонтируем, переедете. Садись, пожалуйста. Спасибо. Ну, с Кузенко и Усмановым отдельно сейчас будем разговаривать. Так, управляет, как дела? На основном это готовимся к теплым сезонам. На сегодняшний день у нас с 257 домов в центральном отоплении У-159 прошли гидравлические испытания. Устраняем замечания и господи, которые при проверке на систему отопления у них данных. Ну, то есть 62% на сегодня. К концу следующей недели будем делать в долях предпринимательного нового гладица нефтебаза Грибы и Ямы на этажных домах. Жителям собрания провели, они готовы включить долг, выплатить за откачку участков, чтобы натикнуть к дороге. Ну, остальное еще в текущем порядке. Больше всего навалял у нас злеевых веток, как Южно-Запад, и заканчиваем заход поочистить середину. Понятно. Я тоже попрошу после планетки подойти, какие вопросы у тебя есть. Так, у Домостроя, ЦКС есть вопросы, какие проблемы? Да. Вот по очереди. Ну, нет проблем. Работаем, подготовка к теплым сезонам. У вас в обраганах ничего там не пропало? 17 лет свалило, ну, попилили, сейчас начинаем выводить. В Шестовском уже вывезли. Ну, не считай, вверх. Крыши целые? Да, два дома подтопило. За счет того, что левизация была полной, пришлось открыть даже заглушки подвала для того, чтобы не подтопить первые. У вас что? У нас большая проблема остается в Ливаневской, 62. Крыша, которая улетела, она находится на гарантийном сроке. Подрядчик на связь не выходит, мы отправили претензию. Сейчас будем стараться своими силами закрывать, потому что там полкрыши, или нет просто. Ну, это же можно сделать так, отремонтировать, потом в судебном порядке возместить с них, правильно? Ну, я все прекрасно понимаю, мы просто жители возмущены. А что возмущаться? Вы управляете этим домом, делайте его в судебном порядке, взыскиваете, значит, затраты. Мы делаем, сегодня приступили к работе. Хорошо. Вот это правильно, подходит. Садитесь, пожалуйста. Сергей Ильич, сегодня что-то многовато, площадки в контейнерной полной, не забыли у вас, ничего? Убираем. Сейчас просто после урагана, в принципе, и до этого проблемы были, граждане накидывали туда ветки. Это и будут эти проблемы? Никуда не... Сейчас с ураганом еще больше усилились, и просто машины... Я сегодня мимо одной проезжаю, там целый диван кровать лежит у вас, значит. Нет, ну это мы убираем. Это не ураган уже, это другой. Нет, это крупногабаритные подводы, которые мы пригоняем контрактора, но дело в том, что накидывают ветки прямо в бункеры, а машины их не могут забрать, потому что вот эти вот прессовальные механизмы, они не справляются. Ветки становятся поперек, и соответственно... Ну, можно там вывески на контейнер, площадки сделать крупногабаритный мусор, складировать отдельно, там, как-то призвать к порядку. Ну, это больше, наверное, управляющие, как-то они должны делать. Ну, я же, где-то вы вместе, интересно ваш совместный и управляем, а у вас, наверное, машины ломаются. Правильно? Давайте сообщим, я уж не все на наши плечи перекладывайте. Так, Фукс. Сам, на галерке, ты что? На галерке либо отличники, либо двоечки посадились. Ты кто? Наверное, отличники. Отличники все-таки, да. Но я для начала должен сказать, что Алексей Николаевич прошел горнило конкурса кадрового, значит, и теперь является с завтрашнего дня, да, с завтрашнего дня, да, является штатным полноправным руководителем управления капитального строительства. Желаю тебе успеха в этом плане, вот, не зазнавайся и налаживай работу. Пока вроде у тебя начало получаться, но вот так, чтобы был лучшим уксом и во всяком случае проблемы, которые обычно у нас с Уксом были, чтобы они как-то рассасывались. Чего по работе? Значит, по дорогам, по молодой паре у нас осталось установить дорожные знаки. Подрядчики на прошлом, в пятницу согласовали, такие знаете, куда они... Они в контракте, да? Что? Они в контракте? Да. Согласовали на этой неделе, должны сделать. По улице Свердлова сегодня подрядчикам, мы сговорили, обещал призу прислать, чтобы начать трезировать покрытие, асфальтовое. Он ее когда обещал прислать? У него должен был сегодня прислать. Сегодня сказал, что у него там какие-то проблемы возникли и завтра с утра обманится, скажет, а ты завтра делаешь. Там забор убрали? Забор убрали, все? Все убрали, забор? Да, тебе было надо. Вот так, как нужно убрать? Так, как нужно, полностью все, дорогу расчистить? Да, там все нормально. Ясно. По двум дорогам, по улице Сипенка, по улице Победы, проектная документация у нас в РЦЦС, завтра мы оплачиваем у нас в РЦЦС. Дальше, по взлетному. Сегодня до конца дня дадут нам ответ, на прямой договор соглашаются или не соглашаются. Если все у нас нормально получается, скорее всего, завтра, после вас, отключаем договор и отдаем работу на разработку проектной документации. Так, во сведло, по мосту, шефорному, в Петниче нам прислали проект контракта для подписания на корректировку проектной документации. Сегодня рассматриваем тоже, вот, по акционе завтра. Тоже на прямой договор? Да, на прямой договор. Вот это правильно. Ясно, Алексей, хорошо, присаживайся, спасибо. Так, Игорь Борисович, есть вопросы? Вопросов нет, дотация подошла, поэтому 50% зарплаты вас раздадим. Как мы говорили, зарплатка пойдет с задержкой. Денег на сумму большую зарплату не хватает. С кредитом как дела у нас? С кредитом мы еще не разместились, потому что под Нурсбанк, под его просьбу там мы подстраивались. На этой неделе все идет, все сделано. Хорошо. Понял, присаживайся, пожалуйста. Так, ЦЗН. На начало второго полугода произошли с цифрой 400 безработных граждан, зарегистрировав по городу Кузнецк. Снижение значительное произошло, по лакансиям в 972 век, чуть снизилось, ну, из-за летнего периода очень припечатка, начнут подаваться в средину. И это, в принципе, все в обычном режиме. Ясно, понял. Так, у нас, садись, пожалуйста. Пенсионного нет сегодня? Выпуски. Понятно, у них права на отпуск. Так, ОМФЦ как дела? ОМФЦ работает в обычном движении, за неделю было оказывано 1845 услуг, жалоб не было. Понятно. Хорошо, присаживайся. Так, как у нас дела на ковидом фронте? По данным оперативным штаммом зарегистрировано 873 случаи. За выходные зарегистрировано обращение по скорой помощи 35 невмоний, 63 СОРВИ и 9 ковидных. Вакцинировано на сегодняшний день 14252, это В1 и В2, 8900. На амбулаторном лечении находится 54 человек, больных ковидом. Из них 47 взрослых, 7 детей. На 50 коек, развёрнутых в красной зоне, лежат 50 человек, 17 из них с подтверждённым ковидом. На сегодня получили 1200 доз спутника, но завтра продолжится вакцинация. На карантине две группы в детском саде в 19-м. Одна группа в 6 июля, вторая группа в 9 июля по ковиду. Понял, присаживайся. Вот если взять минувшие выходные, включая пятницу, и предыдущие выходные, включая предыдущую пятницу, то количество обращений по скорой помощи было 81, за эти выходные – 107. За те выходные госпитализации было 26, за эти – 38. Это по городу. То есть рост достаточно зримый. Волна та, которая, значит, Москва, Пенза, видимо, всё-таки дошла и к нам. Довезли, донесли. Если взять областную статистику, то следует отметить, что на прошлой неделе область побила свой же рекорд по смертности от ковида за неделю больше 100 человек. Поэтому, учитывая, что мы с вами уже второй год живём в условиях ковида, и конца этому и края не видно, надо понять, что мы живём в новой реальности. В новой реальности, когда нас сопровождает по жизни новая угроза под названием ковид. Сегодня одной версии, завтра другой, послезавтра третий. И в этой реальности мы теперь будем жить и существовать. Как жить и существовать? Зависит во многом от нас. Потому что единственный способ уберечься, и уберечь своё здоровье, и обеспечить нормальный алгоритм жизни, без ограничений, периодических шараханий, каких-то там скатываний в ограничения всяческого рода. Опять прошли разговоры про дистанционное обучение, в частности. Единственный способ – это регулярная вакцинация. Территории, страны мира, которые провели вакцинацию в объёме 80% и больше, и территории в стране, такие тоже территории есть, районы Белгородской области, где 80% и выше вакцинации взрослого населения, проблемы ковида нет. Вот это надо чётко понимать. А если нет проблемы ковида, то свободно работает бизнес, свободно перемещаются люди, справляется с проблематикой, в том числе и занимается плановой работой, система здравоохранения, проводятся массовые мероприятия, нормальный учебный, образовательный, тренировочный процесс, культурные мероприятия. Вот и всё. Поэтому вакцинируемся дальше. На данный момент вакцинировано более 14 тысяч человек, жителей города. Темпы как бы неплохие. Наша задача – подойти где-то на уровень 37-40 тысяч вакцинации осени, для того, чтобы обеспечить нормальный иммунный ответ сообщества городского на ковид, какой бы он не был. Он, видите, как никого не щадит. И великие умирают вот сегодня. Меньшов умер, актёр, режиссёр. Казалось бы, наверное, были возможности как-то себя поберечь, получить хорошую медицинскую помощь, и помогают эти возможности. Поэтому, что нам простым смертным тут выгадывать? А учитывая, что, видимо, независимо от возраста, есть последствия, даже когда молодёжь или там дети переболевают в лёгкой форме или там бессимптомно, видимо, есть последствия. Поэтому сейчас разрабатывается вопрос о постепенном снижении доступности вакцинирования, в том числе рецептуры для подростков. Видимо, есть опасность, если не заболеть, тяжело, значит, перенести, то в виде последствий и отложенного эффекта. Очевидно так. Поэтому это и называется новая реальность. Это надо доносить своим коллективам, сомневающимся, агрессивно это дело, так сказать, аргументированно доводить, предпринимать, так сказать, организационные меры к тому, чтобы уровень вакцинирования коллектива был высокий, 60 минимум, а лучше больше и выше. тогда будет хоть новая реальность, хоть старая, она будет позволять нормально жить существовало. Примерно так. сегодня была видеоконференция губернатора, в том числе вот этот вопрос затрагивался. такой аспект, как дополнительные финансовые затраты, был озвучен на борьбу с ковидом. Более 200 миллионов рублей с областного бюджета оперативно направлено на различные направления работы антиковидной. естественно эти деньги, там может быть есть дополнительные доходы бюджета, я думаю, что в основном они сдернуты из каких-то других статей. То есть это могли быть деньги на какие-то другие вещи, на что-то построить, отремонтировать, развить и так далее. А мы вот эту очень приличную сумму область направляем на то, чтобы заткнуть вот эту ковидную дыру, в том числе возникшую по причине нашего с вами разгильдяйства. Вот так суровая реальность. Суровая реальность. А вопрос, нет дефицита сейчас вакцины? А то в слухи ходят, что дефицит будет. Дефицит вакцины, смотря как его трактовать. То, что она лежит, здесь вот десятками тысяч и ждет своего часа, такого, конечно, нет. По мере того, как вакцина расходуется, новые поступления. Вот мы в пятницу у нас кончилось, субботу привезли, прокололи. Все она как бы за субботу израсходовала. Сегодня еще 1200 доз поступило. То есть вот это тоже такой материал, который не предполагает длительного лежания, придут, не придут. По мере того, как мы будем расходовать вакцину, нового поступления происходит. На данный момент в городе 1200 доз. Это на два-три дня работы достаточно. Будет подходить к концу, еще будем решать вопрос. Лишь бы желающих было. Слава Богу, желающих много. Если было там по 70, 80, 100 человек, то на той неделе, когда в четверг или в пятницу, у нас было 632 человека в городе вакцинировано. За один день. Под пулеметом никто никого не гнал. Видимо, в общем-то, начинает народ понимать. Начинает народ понимать, что вакцинация наше все. Так, значит, сегодня вы завтра к утру мне расклад по освещению, мониторингу. Не торопясь, проедите весь город, посмотрите. Так, значит, мы посмотрели там в пятницу два моста, зеленый город сделал. Акты подписаны у нас? А, эти мосты? Да, подписаны. на оплату передавайте. И еще два моста следующих за вами осмечивайте и делайте. В принципе, ну, по сравнению с тем, что было, как бы, конечно, гораздо приличнее все это выглядит, там, конструктив своеобразный изначальный, но до новых мостов нам еще пока далеко, а вот это вот неплохо сделано было. В всяком случае, не только внешний вид, но и конструктив там усилили, безопасность навели. Надо это дело продолжать. Так, значит, у нас закончен снос двух домов. Здравствуйте, я сегодня проехал, посмотрел. примите эту работу, там, мне кажется, на Сызранской можно немножко еще там подшамать, но, в принципе, как бы, сделано неплохо, доберут и тоже на оплату, и по Ленину 250 решайте. Запускайте процедуру, Ленину 250 тоже надо сносить. хорошо писать. Значит, кроме того, там вылезло несколько дефектов после дождя по старому благоустройству около Чайковского, да, там подмыва. Ну, мы песни-то подготовили. Я с ним созванивался, значит, он обещал решить вопрос. Кто, Михаил? Михаил. Поэтому его за жабры приводите, если надо, ко мне. Потому что он как уж. А? Он как уж от Михаила. Ну, это уже, так сказать, разберемся мы с ним. Ловите его, если надо, я ему звоню, он сказал, все сделай. Там минимум два места у нас там поправили, пока дальше не разлетелось. Так. Значит, сегодня была видеоконференция тоже у губернаторов, о которой я говорил. Там был поднят вопрос по поддержке самозанятых. Значит, соцзащита вместе с отделом экономики. Я считаю, что вместо там новых форм защиты надо обязательно предложить увеличить квоту по самозанятым на соц. контракт. Это очень востребовано и это работает. Поэтому вот это вот вложить надо в предложение наше. Это решается целая куча задач этим механизмом. Поскольку самозанятые само собой, а вот то, что это социально незащищенные слои становятся самозанятыми, это дорого стоит. Еще и получают точную поддержку государства. Значит, тоже поднимался вопрос по мероприятиям вот по приведению антирористической защиты школ в нормативное состояние. У нас план есть, да? Вы возьмите этот планчик, идите ко мне, давайте посмотрим в деньгах что это такое, что запланировано, что с этим делаем. Не порчим завтра. Игорь Борисович тоже подойдете вместе, вместе с Ларисом. Поэтому вопрос не позже, чем зайдете. Вот. В общем-то все вопросы мы с вами обсудили. Значит, еще раз то, где-то о чем что прозвучало вначале. Вопрос готовности города к действиям чрезчайных ситуаций, связанных погодными явлениями. Устойчивость надо повышать. Оперативность реагирования, в том числе то, что на упреждение, надо готовиться к этому. Те слабые места, которые выявляются в ходе ураганов этих, так сказать, ливней. Их не бросать, а дошаманивать до конца. Если какой-то там участок проводов раз подвел, он еще раз подведет, потому что там какая-то слабина. Либо в электрической части, либо сопутствующей, деревья может быть и так далее. У нас они слава богу не постоянные сезон дождей, а это от случая к случаю. Так вот, сейчас намечается определенный период спокойствия, вроде по погодному прогнозу. Так надо не сидеть тут, искать себе работу, а решать вот эти проблемы. Что-то опиливать деревья, смотреть, обслуживать электрические хозяйства в плане либо провода, либо защитные какие-то меры принимать. как-то вот так водопропускные системы очищать. Другого не дано, потому что это не последний ливень будет еще, наверное. И он придет, и мы опять будем можем наступать на те же грабли, они должны. У кого есть какие объявления и вопросы, у нас Сагид Искарович здесь, здесь. Пойдем сюда, Сагид Искарович, хотя мы с тобой увидимся по несколько раз на дне. Сколько лет в администрации Сагид Искарович работал? 27-й год. Но это не вся твоя жизнь, часть жизни ты в других местах работал, а также служил в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, добросовестные деятельные в воздушно-десантных войсках, и вообще как бы порядочный и добросовестный человек. У него недавно был юбилей, и в связи с юбилеем Сагид Искарович по благодарности губернатора Пензенского области. Если вопросов нет, то попросил зайти, заходим и через полчаса прием.